Прикю нашему, Гай, пожалуйста, твой микрофончик. Я бы сказала, что вырекла часа. Начинай, пожалуйста. Окей. Ну, спасибо. Во-первых, спасибо, что позвали, что пригласили. Меня зовут Гай, и я алкоголик. Ну, вот, как-то трепетно мне вообще Одесса. Я люблю этот город. Я бывал там не раз, и вообще мне нравится. Мне нравятся люди, которые в этом городе. Особенно алкоголики, которые не успокаиваются и радуются. Поэтому я, хоть у нас 9 часов вечера, и такая пятничная самая, я даже не раздумывая сказал, да, да, я буду спикерить на Одессу. Спикерить на Одессу. Так, знаете, звучит жру. Буду спикерить на всю Одессу. По-дерибасовской. Окей. Значит, тему, которую... Я случайно отключила твой микрофон. Я понял. Включаю. Это я хулиганик. Окей, не надо, Жанна, хулиганить. И тему, которую мне предложили, которую мы согласовали, это простая программа, да, простая программа. Речь идет о программе 12 шагов, программе выздоровления, как... И на самом деле она действительно простая. Я сейчас попробую украться вот... И... Не свое видение, а просто изложить, как... Насколько она проста для меня и для человека, который допился до ручки и... И все, пропил все, все, что можно было пропить. Там и семью развивал, там, бизнес и все-все-все пропил. И меня уже ничего не интересовало, да, когда я последние годы только пил. Слава Богу, в Социалистическом Государстве Израиль, да, пособие получил, как алкоголик, как социально нуждающийся в помощи человек. И смеялся, я говорил, молодцы, классно. Я рад, что я вообще в Израиле живу. И... И мне дают пособие, хватает на бухлу. В Центре помощи для алкоголиков мне дают регулярные пособия, которые еще на бухлу. И меня там помогали, на самом деле. Они, насколько они могли, да. Это важная такая часть. Я пять лет туда ходил, в этот Центр. И у них программа тоже была, да. И тоже простая. Я говорю, приходи, раз в неделю. И... 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 Доктор там проводит группу. Один очень известный в Израиле доктор. Опытный. Сейчас он на пенсии уже. Еще с советских времен, там, в ЛТП, и так далее, и так далее. Опыт работы с алкоголиками. И... И... Главное условие при посещении этой группы было, то, чтобы... Быть без запаха на группе. И вот эта группа утренняя в 11 часов, ну, было сложно соблюдать это, но для того, чтобы получать пособие, надо было ходить. Я, на самом деле, не... И... Мне там рассказывали, что надо так... И... Там... Как... Как не пить, как... Как стараться пить, кушать сладкое. Рассказывали много всяких вещей, как пить вредно, да. И умных вещей. И тоже как-то рассказывали, говорили. Я там это все слушал. Ну, я не принимал это на свой вопрос, потому что у меня всегда был один вопрос, который я задавал там уже доктора. Я говорю, вот вы пьете? Говорит, да. Я говорю, так, а что вы от меня хотите? Почему мне нельзя? У меня не было такого подпоконка, почему мне нельзя пить? Я пил больше, чем все. Там... Много... Не больше, чем все, но много я пил, да. Может быть, относительно... Я мог был меньше пить, но... Мне говорили, что надо пить... Бросать пить, у меня вообще такой не было, такой концепции, да. И вообще слово алкоголик для меня ничего не значило. Я не понимал, о чем это. Я говорил, что я алкоголик, да, там... Платите пособие. Но я совершенно не понимал, что это подразумевает. Ну и вот... И... И вот... Возвращаясь к простой программе, да. Когда я уже допился до такого состояния, что я не смог выпить, да. Вот я не... Я попросил помощи реально у того же доктора. Я говорю, доктор, что мне делать? Я не могу выпить. У меня там схватила эпилепсия, я там на улице потерял сознание. Я даже не... Я не смог выпить. Я не просил этого доктора помощи бросить пить. Я просил доктора помощи помочь мне с моим физическим состоянием. И чтобы объяснил мне, что надо делать, чтобы у меня не хватало на улицу кондраж, грубо говоря, да. И он... Вот умный этот доктор мне тоже сказал, ну пойди в больницу. И я пошел в больницу. Оказалось, это не в больнице было, а революционный центр, да, первый раз. И я туда попал, и я понял, что меня опять развели, да, грубо говоря. Там нет врачей, нету ничего. И вот я сидел там какое-то время, и читал какие-то там книжечки от безделья, и пытался разобраться, что я здесь делаю, да, почему я здесь, почему я попал. И на какой-то день меня ошарашило, меня накрыло, да, ошарашило, там есть, хочется сказать, осенило, нет, меня просто накрыло, прибило. Я осознал одну просто вещь, что я нахожусь там не потому, что мне схватила эпилепсия, и не потому, что у меня там печень там отваливается, или не потому, что у меня там физически я там ноги болят, там с инвалидной коляске я там еще не слез, дам толком. А просто мне бухать нельзя. Вернее, можно, но никто не прогарантирует мне, никто, никакой врач. Вот, кстати, вы слышите, это у нас сирены, да, я нахожусь в таком помещении, где безопасно, поэтому я не буду реагировать, вы тоже не реагируете, да, это как фон, фон израильской действительности на сегодняшнее время. И сейчас будет пару там взрывов туда-сюда, это тоже, не пугайтесь. Вы находитесь в довоенном действии, как репортеры, до вас не долетят никакие ракеты. В общем, я продолжу, я продолжу, это то, что вот на самом деле, вот это осознание, да, что мне нельзя пить вообще, да, грубо говоря, вернее, можно пить, можно, но, 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 еще раз говорю, меня никто не прогарантирует, что я не умру от этого, то есть физически, это буквально в смысле слова, и буквально в смысле слова, это у меня еще остался и стиль самосохранения, который сработал, да, и он сработал в таком направлении, говорит, следующий вопрос, да, а что же делать? И меня накрыло, парализовал нам ужас, там, не знаю, как это описать, жалость там к себе или что-то такое, ну, просто я, я чувствую, что меня просто жизнь наказала непонятно за что, вот просто так, вот весь, вот я 28 дней там находиться, я могу там отсидеть, там, годами, ну, терпеть, но я понимаю, что я выйду оттуда, что я буду делать? Я понимал, что мне уже не нужны никакие непособия, мне не, 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 полностью потеряно дальнейший смысл жизни, вот как таковой, и, 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 и не просто это было трезвость, как таковая, да, а вот, это, я вообще, ну, не знаю, как вам это сказать, вот, я, ну, верно, я, ну, я забыл, что я с алкоголью, но, поэтому тут много, наверное, просто вот осознание того, что мне кирдык, да, и не потому, что мне там физически плохо, да, там можно перетерпеть, а физически, а вот морально, что я не могу забыться, у меня нет смысла, у меня нет, у меня нет причины встать с кровати, вот я понимаю, что я просыпаюсь, и что я буду делать? Зачем? Для чего? Мне ничего не хотелось, меня никуда не тянуло, мне, не, не было никаких мыслей, там, я не знаю, про моих детей четверых, там, которые рядом живут, типа, ну, ладно, вот, бросил пить, вот сейчас я займусь, там, буду, буду чаще видеть детей, да, после развода, разбрался уже, все там забыл, там, оставил там все, что можно было, все, что было оставить, все, что не удалось пропить, слава богу, забрали, да, и вот это осознание такой ненужности, никчемности, и, 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 и еще и забыться нельзя, и бухать нельзя, это, для меня это было вот принятие первое, которое потом, впоследствии я выйду, узнал, что такое первые шаги, что такое настоящая капитуляция, и что, что я получил дар, да, вот такой капитулировать, я просто сдался, да, вот сказал, ну, все, у меня нет варианта, как проскочить, я сижу, вот, да, в реп-центре, друзья мои, первый раз в жизни в реп-центре, я был в ветрезвителях, там, еще в молодости, да, я знаю, что такое набухаться и, там, потерять сознание, я сижу трезвый, у меня, там, протрезвел уже, да, три дня, там, четыре дня, в революционном центре, и я не хочу оттуда выходить, с какими-то, там, посторонними людьми, чужими, какими-то, там, я не знаю, наркоманами, алкоголиками, какими-то чужими, вообще, людьми, и я понимаю, что у меня, я боюсь выйти оттуда, и здесь, здесь работал мой второй шаг, да, я почему сейчас говорю про это, это все программа, да, вот, как она, она, ее можно, там, потом ее за 10 минут, все расскажу, как она, как она, как она, на самом деле, действительно простая, все это происходило у меня в революционном центре, что во втором шаге, я уже, вот, подошел к человеку, который, там, ходил, да, вот, этот инструктор, там, кто-то, там, какой-то работа, он ходил что-то, что-то говорил, и вот, когда я понял, что у меня нет вариантов, у меня нет выхода, да, у меня нет никаких собственных планов, да, вот, я закончил, там, 28 дней, я отсижу, отлежу, буду делать все, что скажете, только я выйду, что я буду делать, что дальше, у меня не было никакой, ни стратегии, никакой идеи даже, по поводу того, что делать, и тогда я, честно, начал дергать за рукава вот этого человека, я говорю, ну, что, вот, что мне делать, что, точно, действительно нельзя пить, что, это правда, да, нет, можно, ну, это можешь пить, можешь не пить, но у тебя, говорит, из-за этого все, и так далее, и так далее, и так далее, вот это выяснилось, да, потом, в дальнейшем, что я, фактически, я попросил помощи, сделал второй шаг, да, первый шаг, я понял, что у меня моя жизнь там полностью, но неуправляема, в данную секунду, в данный момент, я не знаю, что делать, и там, неважно, там, я там, такие сумные слова, бессилие, небессилие, неуправляемость жизни, я, конечно, не применял, но, по сути, по факту, это было вот то, еще было в революционном центре, да, и сразу же включился второй шаг, потому что сила более могучная, это был чувак, там, не один, там, несколько было, каких-то там, которые что-то там говорили, рассказывали, они улыбались, понимаете, я думал сначала, что они ехидничают, они подкалывают меня, стебутся, у них есть какой-то секрет хитрый, они знают, что там, что они там были, они рассказывают, мы тебя понимаем, рассказывают про свои эпилепсии, при этом сейчас они говорят, мы трезвые, и мы улыбаемся, то есть, они не говорят, что мы улыбаемся, но они улыбаются, я сразу, я, вот я понял, ага, эти, эти, вот хочется так вот сказать по-своему, вот эти хитрые, вот так, нехорошие люди, нехорошие люди, посторонние люди, я не знаю, как они знают, у них есть какой-то секрет, но они мне его не рассказывают, Но я же хитрый. Я же опытный. Опытный приспособленец по жизни такой. Хабаровск. Чита. Армия советская. Дедовщина. Места не столь отдаленные. 90-е годы. Москва. Питер. Бизнесы. Израиль с одним чемоданом приехал. Меня спрашивали до группы. Я как только открылись ворота, я везде учился всю свою жизнь. Меня учили выживать и приспосабливаться. И то же самое вот это сработало у меня еще в революционном центре. Я подошел к ребятам, которые улыбались и сказал, что мне делать? Какие у меня варианты? И мне предложили там несколько вариантов. Один вариант. Вернуться там, где я пять лет ходил. И мне рассказывали про алкоголь. Я говорю, я там был. Это не вариант. Я там уже знаю. Предложили мне второй вариант. На год закрыться. Я говорю, о, ну хорошо, нет проблем. Я закроюсь на год. И после этого что будет? Я выйду и я буду нормально, буду знать, как пить или что? Она говорит, нет, дорогой. Через год ты выйдешь и бить тебе все равно нельзя. Я так думаю, так а нафига мне год тратить? Я говорю, это третий вариант. А третий вариант, говорит, пойди вот к этим ребятам, которые улыбаются. Пойди там в сообщество. Оно называется там анонимные наркоманы, да? Анонимное сообщество. Не было у нас в том районе. Пойди в твоем городе, там неплохие есть ребята. Они приходили нам и рассказывали какие-то там свои собственные истории. Я из них даже, представляете, имена запомнил некоторых людей. Я помню сегодня до сих пор те, кто выжил. Я знаю, общаюсь. Но в тот момент они для меня были просто посторонние люди. Но они рассказывали мне истории, при котором они были похожи, да? Про свои собственные эпилепсии, про свои собственные какие-то чувства, про свою собственную, как вот, свою жизнь такую, да? Мне не важно там, как они жили, но важно, что у них были какие-то серьезные проблемы со своей жизнью. Но при этом сегодня они улыбались. И при этом они говорили, мы знаем как, приходи к нам. У них были какие-то секреты. Поэтому, если возвращаться к простой программе, то третий шаг, он тоже самое. Я не вставая на колени, да, еще не делая, я просто доверился этим ребятам. Я сказал, я пойду за вами. Я уже в себе, у меня был план. У меня уже, я вот за 28 лет, извините, за 28 дней у меня был вариант, куда пойти. И я честно, внутренне, сам собой. Говорю, окей, попробуем там, у них украсть их секреты. А я, они просто так от меня не избавятся. И я был в этом настроен, потому что у меня, если бы я не нашел вариант, куда идти, да, вот через 28 дней, я не знаю, куда бы я пошел бы. Бухать еще пока не вариант, еще страшно, потому что я могу выпить. Вот, все рядом, деньги есть, пособие, все деньги, все есть. Но страшно. Я не знаю, как проконтролировать эту эпилепсию, а там она у меня уже второй раз была. А третье, что будет с ней, непонятно. Но был вот этот вариант, совершенно посторонний, непонятный какой, я не знаю что, но он был для меня единственный, да, потому что у меня лучшего не было. У меня в моем, в моем раскладе лучшего не было. Вот эти ребята, которые приходили раз в неделю, там, и рассказывали какие-то свои вещи, и все, я принял решение внутреннее. Это было, в дальнейшем, это простое решение третьего шага, да, я припоручил свою жизнь вот этим ребятам. На какое-то время хотя бы, да, как будто, потому что своих собственных не было, да. Поэтому в дальнейшем, я еще раз говорю, позже, я, знаете, все мои, все изменения, которые у меня происходили, все вещи, как результаты сделанных шагов, да. Я не буду рассказывать свою историю, как там, три года я был каждый день на группах и так далее, и так далее. Но, как я пришел к большой книге, как я пришел к настоящему решению, когда, как мне объяснили, в чем моя настоящая проблема, это все, это все в будущем было, да, это все в дальнейшем. Оценить результаты эти я мог только в одной ситуации, только задним числом. Вот сегодня я могу рассказать, что бы со мной было тогда. В тот момент я просто выживал и вот использовал все моменты, все моменты, которые были. Был бы мой какой-то способ, я бы нафиг послал бы этих всех улыбающихся ребят. Но я своего не нашел. Поэтому мне честно, и мне подарили вот эту капитуляцию, да. Честно, я сказал, окей, ладно, я выпить-то я успею. Бухнуть я успею, она никуда не денется. Но того вот, той улыбки, того хитрого способа, да, жить, вот, жить. Я не знаю, я даже не думал, трезвый или нетрезвый. Мне было неважно. Я знал, что у них были такие же, такие же истории, как со мной, да. Простые вот случаи с эпилепсией. И сегодня они нашли какой-то способ, у них есть какое-то решение, какой-то путь. И они, что, они сегодня говорят об этом и улыбаются. А мне хочется сдохнуть и провалиться сквозь землю. Я зол на весь мир, на себя, на судьбу и так далее. И никакого интереса стать, там, вот, просто, никакого смысла, никакого, просто жить. Там, там, положить на себя руки, убиться. Для меня это не вариант был, я, наверное, трусливый для этого. И вообще, ну, ну, жить, мне никакого не было направления тоже. Поэтому я зацепился за это. И так, возвращаемся к программе, простой программе, да. Я, фактически, три шага, они у меня произошли автоматически, да, вот, будучи еще на регионах. Фактически, да. И когда я пришел в это сообщество, меня там не обманули тоже были часть людей, которые улыбались. И я к ним тянулся. И мне говорили, там, типа, надо делать, там, шаги, надо делать это, надо взять спонсора. То есть, они говорили мне какую-то тарабарщину. Для меня это было, знаете, ну, надо так надо. А что это, не больно? Не бьют за это. Ну, значит, буду. Я, у меня есть задача, примазаться к ним, да, выведать их секреты. И поэтому я умею это делать. Они говорят, это духовность, это служение. Я говорю, да, хорошо, как угодно называйте. Я, мне важно, я, я прихожу туда, и, и мне становится лучше. Мне становится лучше, у меня начинается, какие-то там, интерес появляется, у меня появляется смысл, осмысленность одного дня. И я начинаю делать то, что мне там предлагается. И фактически, и мне предложили тоже, там, круг шагов и так далее, и так далее. Я сделал, я делал все, что мне предлагали. Там, и я благодаря этому оставался трезвый, и три года я, через три года меня, моя болезнь нагнала, я быстренько, как раз это расскажу. Потому что, меня уже надоели эти рожи, я уже, мне уже стало неинтересно там, и мне пришлось, пришлось, что-то с этим делать. Повезло опять. Не, мне пришлось, мне повезло, просто мы с другом и определили, что надо, у них есть своя программа, а у меня ее нет. И мне надо срочно, нам надо срочно что-то чем-то заняться. Давай сделаем свою программу. Ну, давай. Это опять же, взяли, надо свою программу, надо помещение, я научился, там, традиции, там, в этом сообществе. Я сейчас так сумбурно-то все говорю, ну, понимаете, да, для меня это, это не было никак, вот это, это было для меня просто, потому что, я там, я просто делал то, что мне говорят, то, что мне хотелось, и то, что мне было несложно, да. А оказывается, это, это, главное, это, это были все чужие предложения, я, это, это не было моего способы, моего, это, я не мог это для себя превратить, что это мне надо, да, быть, там, полезным, там, служением заниматься, и это будет для меня хорошо. Я служением начал заниматься не для того, чтобы быть полезным для них, я начал заниматься служением, чтобы самому примазаться к ним и выводить у них секреты. Это мои все эгоистические, естественные мотивы, и мне нечего было делать, и так далее, и так далее. Но все-таки возвращаюсь, видите, возвращаюсь в простой программе. На самом деле, после того, как мы создали группу, и надо было, вот, иметь свою литературу, да, алкоголиков, и спонсоров, там, в Аждоди, там, это, и на Весюк, это было, не было ни одной группы, и я вынужден был залезть в интернет, и я нашел почти земляка с Украины, Колю, да, Голубей, это тоже, в то время, сейчас, думаю. У него была инструкция, как делать шаги, да, а мне надо было, потому что, грубо говоря, надо было собственную литературу, у него было. Я говорю, да, научи меня, как надо делать шаги в анонимных алкоголиков, чтобы не сдирать там, там, вопросники анонимных наркоманов и на группе анонимных, надо как-то, ну, неприлично, да, надо свои, свою литературу. И я попросил у него спонсора, чтобы меня провел, и тут меня в очередной раз накрыло, в очередной раз озарило, да, я просто, вот реально, мне показал в большой книге, в чем моя реальная проблема, и какой мой путь к решению этой проблемы, да, в чем мое решение и путь, да. И вот простой путь, да, четвертый шаг, что вот такое, четвертый шаг, это, это просто определение, принятие простых фактов жизни. Посмотрел сам собой, как, как ты себя вел, какие, от чего ты парился, да, вот там, какие у тебя претензии к этому миру, да, там, к людям конкретные, какие там, резентменты называются. Опять же, если ты сидишь сам собой, и у тебя вот, у тебя немножко, тебе уже открылась там честность, да, вот главное, ну, честно сам собой, ну, себя-то разводить не надо. Взял, посмотрел, насколько ты готов посмотреть вот это в глаза, один, два, три, и как-то, каким-то хитрым способом, когда вот, ты, ты пишешь это, да, там, четвертый шаг, ты видишь, блин, елки-палки, что я парился, вот там, столько-то лет из-за этого. Действительно, это чисто логически. Меня обидели, там, 10 лет назад, а страдаю я вот до сих пор сегодня. Это просто глупо, да, я, вот, причем, мне надо было, казалось бы, просто, да, там, простая программа, там, 160 страниц книги, у тебя на четвертый шаг, там, я не знаю, там, не помню, пару страниц выделено, там, 3-4 страницы, но, но все равно, простые действия, но ко мне они приходят, когда я их делаю, когда я вижу, да, там, относительно, там, трезвый, да, относительно, там, уже, там, здравомыслящий, относительно, вижу просто факты, ну, сам себе не развожу. Я понимаю, что, как глупо самому париться по тем вопросам, которые уже отрослись, которые, ну, ты никак не можешь изменить. Я даже молитву о душевном покое, покое, когда я, так, в голове, в самом начале, там, слово Бог убрал, боженька, да, и прочитал, и я вижу алгоритм действий, очень логичный, практичный, если, там, я не знаю, ты не можешь это, там, исправить, изменить, забудь, не парься, душевный покой, придай, прими этот факт, если можешь, иди меняй, и, и, и потрать время, чтобы разобраться, что ты, что менять, что не менять, что ты можешь, а что не можешь, и так далее, это, это такие основники, вот это, вот, и, четвертый шаг мне показал, вот, три ключевые вещи, да, вот, просто привел к тому, что, и в любом случае, есть те вещи, в которых ты страдал, вот, я был и причиной своих страданий, да, что мне надо было для этого бухать, чтобы приводить себя в баланс, да, в гармонию, и рассказывать. Мне, мы говорили, окей, никаких, там, анализов, никаких, там, даже никаких оценок, ничего, просто возьми, увидь факты, сделай это дальше, вот, расскажи это, об этом, там, спонсор, ну, если я себе рассказал, ну, что там, если такой секрет, секретный, я, я так сам себе говорю, очень такой секретный, что я никому ничего не расскажу, но я бы не рассказал, бы не написал, спонсор мне говорит, допиши, вот, максимально, что ты, на что ты готов, честность своя тоже уровень, когда он откроется, и я сделал то, что надо, это, я говорю сейчас, что я сделал, вот, после трех лет уже трезвости, да, я этого сделал, там, круг шагов, я там знал теорию, все, но реально, вот, сделал простые действия, простые действия, там нету ни изучения, ничего, просто простые дели, я посмотрел, ну, вот, начинается с четвертого шага, я посмотрел на, на чего я, на чего я страдаю, вот факт, я увидел, что это я страдаю до сих пор, трезвый, я страдаю, я страдаю от трезвый, потому что мне там обидно, обидно за там моего партнера, мне обидно, я вот так говорю грубо себе, ты убить можешь партнера, нет, ты можешь у него бабки забрать в глаза, нет, ты можешь, так, а что ты продолжаешь страдать, ну, вот, ну, забудь, мало того, прости, как прости, ну, 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 не прощай тогда, иди мучайся, иди бухай, и, и, вот, очень логично, мне просто так вот, безэмоционально, бесчувственно, мне привели, вот, благодаря вот эти шаги, мне показали, мне же эгоисту, мне там, корыстному, там, да, я ведом, так и как, там, страхом, корыстью, самообману, мне показали, как мне же самому жить в этом мире, в мире самим собой, и не париться, да, и если паришься, ну, значит, нормально, то есть не надо тебе страдать по этому поводу, это, опять же, после четвертого шага, там, идет пятый шаг, шестой, седьмой шаг вообще дал мне полную свободу, я ему говорю, я сегодня, вот, там, после 13 лет задним человеком, шестой, седьмой шаг мне освобождает от полностью, грубо говоря, от ответственности, от любой ответственности, оценки самого себя, своего поведения, у меня есть ответственность, я сделал косяки, ну, первый, кто страдает, от этих косяков я, если у меня, если я продолжаю быть на этом пути, если я продолжаю, вот, как в седьмом шаге нам сказано, да, Бог заберет у меня все эти недостатки, не я исправлюсь, не я стану лучше, а я, Бог меня заберет при одном условии, если я буду заниматься его делами, если я буду полезным для других, если я буду жить, выходя из себя, думать на постоянной основе ежедневной о других людях, как им быть полезным, и так далее, об этом все, я сейчас говорю эти вещи, это такие негромкие слова, это просто почти цитаты из книги, но они настолько простые и гениальные, что фактически я парюсь, думая о себе, вот, как только я начинаю думать, что у меня не так, у меня сразу, сразу проблема, я все потерял, я уже такого не, я старею, я там туда-сюда, бум, стоп, кто тебе сказал, что ты уже сдох, и так далее, сколько время? 3 минутки. Отлично, я сейчас закончу. 5 минут, 5 минут и... Да, 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 я закончу, как раз 5 минут, мне хватит. Фактически вся программа действует, что мне надо делать, это с 4 по 9 шаг, да, включительно. Вот в 4 шаге я, насколько я готов, посмотрел на факты, блин, увидел, от чего я парился, поделился, получил свободу, и в 9 шаге исправил то, что мог, выровнял угли, вот то, что мог. Если не мог, еще не был готовность, жди, молись о готовности, и самое важное, будь в обойме, да, на постоянной основе, там, быть полезным другим, потому что, вот, и это называется в программе, там, духовное пробуждение. На самом деле, это так оно и есть, только если вот, не громкие слова не говорить, а вот просто сказать, там, во мне произошли революционные практические изменения. Какие? Я понял, что мне, эгоисту, выгодно, выгодно быть полезным для других. Поэтому мне служение, я, там, на работе, я не работаю, не люблю работать. Я на работе, помогаю работодателям, или, там, партнеру. Все принципы, которые, чем у меня учили, мне надо было поставить наоборот, применить вот то, что мне дано, как инструкция. И сегодня я понимаю, опять же, задним чувством, это единственное, гениальное, колоссальное для меня, для конченого эгоиста, который пальцем не пошевелил бы, если бы не нашел бы свой интерес, чтобы что-то сделать, а программа на меня сработала, потому что у меня есть отличный же интерес. Мне надо быть полноценной жизнью, мне надо радоваться в жизни. Если я не найду радость в жизни, если я не буду полноценно жить, не то, что радость веселится, как клоун, нет. Если я не буду париться, даже если мне плохо, ну, у меня есть решение. У меня, наконец-то, появляется выбор, на самом деле. Я могу париться, могу не париться. И если я вот посижу там, погрущу, покричу, позлюсь, ну, 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 и что, я что, идеальным собираюсь быть? И вот это у меня свобода от каких-то оценок самого себя и так далее, и так далее. Единственное, что мне надо делать на постоянной основе, не забывать это. Не забывать это, что я свою, вот, о себе мне не надо заботиться. Мне, где-то, не получается и не получится. Вот буквально даже, я не знаю, на эмоциональном уровне. Это, 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 и на физическом тоже. Грубо говоря, вот я заботюсь о других, а у меня все почему-то как-то складывается, да? И мне дано направление, и оно действительно для меня, в конечном счете, не то, что единственное, это, оно очень классно, оно мне, оно мне дает, вот, то, что, то, чего я бухал, вот это неудовлетворенность, раздражительность и беспокойство, да? Вот мне, чтобы вы, вот этого не чувствовали, мне надо было бухать. Сегодня, чтобы вы этого не чувствовали, мне надо помогать быть удовлетворенным другим, успокаивать других, и, и, и если они раздражены, не вестись. И думать, о, ты можешь меня, там, я не знаю, там, плевать, а, 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 а у меня, самое, меня это не тоже не колышет, ну, меня это не задевает, потому что я понимаю, я понимаю, что это ему плохо, а он не хочет мне плохого. Ну, просто ему надо как-то на кого-то спустить пар. Я могу ему это позволить. У меня стала такая вот классная вещь, я могу быть фраером. Я могу себе позволить быть лохом. Ну, ух ей. Зато я знаю, что я ложусь спать, улыбаюсь и живу полноценной жизнью. Мне не надо никому что доказывать, какой я крутой или не крутой. И это немножко другие вещи, чем меня учили. На самом деле, это революционно противоположные вещи, чем меня учили всю жизнь. Но на сегодняшний день это такие простые действия, простой способ жизни, да, где, вот, чтобы мне жить удовлетворенно, радостно и полноценно. И каждый день, чтобы был смысл, для чего встать с кровати, да, для кого, для чего, вау, и полететь там в этот день. И даже вот там бомбежка идет и не парится, потому что вот ты можешь что-то изменить. Нашел место там, тихое бомбоубежье какое-то, и все. И молись, все, что должно произойти, произойдет. Ты тут не царь-бог, ты не играй роль бога вообще. Это потому что там нам сказали в этой книге. Поэтому я сейчас заканчиваю, вот уже закончил, и не знаю, насколько это сложно получилось, да, говорить о простой программе, это очень сложно, да. Но на самом деле это просто. Если вот инструкция такая, знаете, вот инструкция, как разобраться в айфоне, или в телефоне каком-то, или в факсе, тысячу раз сложнее. А вот эта инструкция простая, она простая, но, к сожалению, у нас мозг, вирус, да, в мозгу, мышление, проблема главная. Он запрограммирован нашим опытом, нашей жизнью, жизнью нам целых поколений. Ну, не важно, я сейчас не хочу философствовать, но сам факт, наш мозг, мой мозг меня убивал. Поэтому мне обязательная часть программы попросить о помощи у совершенно других людей. И не просто попросить о помощи, а сделать то, что они предлагают, взять эту помощь. И это тоже, вот это меня подарило, мне подарила судьба, мне подарило алкоголь это, он мне отдавил до такой ручки, он меня разбил. Эпилепсия меня подарила, вот эту вот капитуляцию и просьба на самом деле о помощи. И пойти за этими доберманами, наркоманами, анонимными, это вообще секта какая-то, для меня это вообще ничто. Я бы куда угодно пошел бы, только дайте мне смысл на один день, да, вот как побухать, и как вообще, зачем жить. Поэтому программа очень простая. И, ну я не знаю, я не знаю, как это самое, капитуляции, блин, каждый, каждый, кто попадает в анонимные алкоголики, каждый, каждый, кто хоть раз, просто первый раз зашел в дверь анонимных алкоголиков, он получил этот дар. Это каждый, это я, вот, сто процентов, каждый получил дар капитуляции, потому что случайно туда никто не зайдет от любопытства. Это уже есть внутренняя капитуляция. Надо просто, вот, вот, и попробовать сыграть чужую игру, в темную, как я это сделал, да, вот, как картежники в темную играют, блефовать в чужую игру. Ну, максимум, убежать я всегда успею, проверяю, боюсь, не знаю же, ну, не бьют хорошо. Кто такой спонсор, что, денег не требует, не требует, и поддых не дает, не дает, не разводят, не разводят, ну, я в себе вопрос всегда обратно задавал. Говорит тебе, сделать это, ты вопрос не зачем, а почему нет, я себя спрашивал, почему нет, ну, сделай, ну, он говорит, что-то надо, я не понимаю, зачем, он говорит, какую-то глупость. Глупость, он говорит, ну, и сделай, просто, чтобы ему поугодничать. Какая разница, почему я это делаю? И это, как выясняется, самый простой и легкий путь, да, вот, который для меня, для алкоголиков был предложен. Но, видно, самый простой, прямой путь, это, он и есть самый сложный, но программа сама по себе простая. Все, я не буду повторяться, буду рад, если будут какие-то вопросы конкретные, тогда я буду что-то говорить, и еще. Спасибо, что послушали, и все, я вас люблю, еще раз говорю, еще раз спасибо, что пригласили. И, одесса, мама, очень, очень душевно. Спасибо за спикерскую. Ребята, пожалуйста, ребята, пожалуйста, ставьте единички, пока нет единичек, можно вопрос задавать голосом. Пожалуйста. Не стесняйтесь, не давайте скучать нашему спикеру. Глеб, ты часы, Глеб. На правах ведущего, я задам такой вопрос. Вот по поводу третьего шага ты там говорил, и ты доверился ребятам, да, ты доверился там людям, которые были впереди идущие и так далее. А вот что для тебя твоя высшая сила? Ну, да, Жанна. А все, когда ты обрел доверие своей высшей силе, вообще-то, да, вот это произошло. Как это произошло? Спасибо, Жанна, за вопрос. Я действительно, если не брать формулировки, у меня нет до сих пор формулировки моей высшей силы, вот тот момент, тот третий шаг, это было доверие высшей силе. Для меня высшая сила, это такая непонятная вещь, и вообще не знаю, что. И это единственный факт, единственная вещь, что это была сила более могущества, чем я. И это факт. И это я доверил вот этим ребятам. Она была моя высшая сила. Какие-то там другие люди, это была моя высшая сила. Все, что я в дальнейшем, скажем так, поступал, и все, что я называл там сделать не по-моему, это было доверие. Доверие высшей силе. Это я делал в темную. Это до сих пор у меня такое же, у меня такое же там, я не знаю, такие же взаимоотношения с Богом. Я знаю, что там существует некая разум, как угодно, я даже не хочу думать, что-то. Существует что-то, что гораздо-гораздо сильнее, чем я. Это факт. И оно меня очень сильно любит. Это тоже факт, потому что вот как-то меня спасло, да, я не сдох. Хотя там, я не знаю, сплошь и рядом, как мухи мрут, и люди гораздо лучше, чем я. Морально и по-другому, не важно. Как-то он меня взял, как-то мне это легко удалось. Я говорю серьезно, легко это в каком смысле? Я легко капитулировал, потому что, ну, блин, добился до ручки. Я легко доверился посторонним людям, ну, там, анонимных наркоманов, какие-то малолетки, какие-то чужие люди, потому что мне просто некому было, я вот некому было. У меня не было варианта, если бы ни брату, ни маме, ни папе, ни... Нет, не было. Научился выживать среди посторонних людей. И мне легко было, потому что там, я не знаю, они говорят, надо прикручить себя к какому-то богу. Извините. Да хоть кому угодно. Я умею приспосабливаться, я умею угодничать. Вы называете это так, я буду называть, как это словит. А там написано. Как я его понимаю, так меня никто не спрашивал, кому я доверю. И вот поэтому я вот... И эта формула, какая это высшая сила, и я... 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 Я описывал, да, как я себе представляю. Но это тоже часть такой, знаете, моего... Моего личного... Видения высшей силы. Кто это такой? Я... Это не мое дело, какая у меня высшая сила. Мое дело делать то, что мне надо. Сегодня я знаю, что эта там инструкция, которая мне дана и описана в большой книге, направление, оно мне выгодно. И мне ее подарили, потому что я даже не искал в таком направлении. Я не... Я не верил и не знал, что так это может быть, да. Как эгоист может, оставаясь конченным эгоистом, поступать не эгоистически. Думать о других. Представляете, думать о других. Ой, как это так? От какого ляда я буду думать о ком-то, если у меня с этого нет никакого интереса? А вот, оказывается, мне вот интерес появился. Сначала это были понты, эго, значимость, важность, да. Ой, мне уже говорят, Гай, а кофе есть? А у нас, а у вас кофе есть в комнате? У тебя ключи доверили от комнаты? Приходят люди, как ко мне домой, как будто бы. А они говорят, хорошо служишь за голову, да. Я говорю, да, хорошо, круто. И вот это все проявление высшей силы. Она хитро меня привела к тому, что я, ну, я нашел тот источник новой силы, которого у меня не было. Я сдыхал с инвалидной коляски и даже 100 грамм у меня не мог выпить. Не мог, просто все. Даже этого нету. А тут мне подарили новый источник энергии, новый источник интереса, смысла. Эгоистический, конечно, эгоистический. Я же человек, я же не робот и не животное, да. Животное, как, в смысле, инстинкты остались-то, и они меня чуть не убили. Но все вот это, все это и есть проявление высшей силы. Некого, я сегодня, и я частица этой силы. Потому что я сегодня часть чего-то позитивного. Часть чего-то, и, как говорится, если раньше, там, я не знаю, там, вокруг меня, от меня шарахались кошки, люди и все остальные, я только в атмосферу энергетически, там, вонял в атмосферу, понимаете? и вот, вот просто не подходить, да, вот, лучше, там, не трогать. Близкие люди, там, вынужденно терпели. То сегодня, как-то, как-то, не шарахаются меня. И иногда звонят, и хотят, там, со мной общаться. И, и я с удовольствием задел, потому что я сам часть какого-то, там, общества, движения, и так далее, и так далее. Поэтому, это все не моя заслуга, потому что я, я так не умел. Это все противоположно моим навыкам наработанных в той жизни. Поэтому все, все новое, да, вот это, новая жизнь. Она описана, я сейчас говорю, в книге, но я считать там, что, я прочитал бы там кучу романов правильных, допустим, как правильно жить. Ну и шо, и до свидания. Я могу прочитать. И, и, и говорить, ну, им надо так жить. Вот им точно бухать нельзя. Вот они, им надо там вообще, там, вот, сто процентов. Я к себе это не относил. У меня были другие принципы, другие основы, другие, другие поведения, другая жизнь. Поэтому все, все, что со мной произошло в дальнейшем, это все в противоположность меня. То есть, грубо говоря, вот, не то, что в противоположность, это вопреки, вопреки, вот, моему я. И это началось вот с даром, который я получил, капитуляции, что я просто сдох, и меня накрыло, я боялся выйти из революционного центра. Я не знал, что делать один день. Поэтому все вот это, это проявление силы более могущественной, чем я. Как она формируется, название, это уже не, это отдельная лекция, каждый себе сам решает. у меня тоже есть мнение по этому вопросу, как каждый там человек, есть мнение по поводу, кто такая высшая сила, ну, не знаю. Меня любит, это слава богу. Если ответил Жанну, да. Спасибо, ответил, хорошо ответил. И у нас в Деничке поставил Глеб. Глеб, пожалуйста, твой вопрос. Да, спасибо. Гай, спасибо тебе. за спикерскую. Мне понравился этот момент, когда ты рассказывал про то, что значит, ты работать не любишь, поэтому ты помогаешь всем вокруг и таким образом и работа складывается, и все остальное. А вопрос мой, исходя из этого, ну, чувствуешь ли ты, как бы, ну, живя по этим принципам, это как бы главный, в принципе, когда ты думаешь, о других уже как-то на интуитивном уровне, наверное, начинаешь все делать как бы не совсем для себя, как бы, как бы, при этом для себя. Вот, чувствуешь ли ты как бы динамику какой-то, ну, то есть, что, не знаю, что, во-первых, эти принципы уже стали как бы почти тобой, и меняет, как меняется жизнь, если спады в этом направлении. Вот такой вот вопрос, надеюсь, понятно. Да, да, Глеб, отлично вопрос, спасибо. Это, да, это вот, это, это, самое главное моя задача на ежедневной основе. Сегодня, и мне, опять же, вот, работать, не работать, я эгоист, моя суть, да, я буду думать, я буду заботиться о себе, да, у меня есть инстинкт самосохранения, это происходит автоматом, я просыпаюсь, да, но мне показано, как мне выгодно получить, я не, я, мне данный способ, способ, по которому жить, да, вот мне жить, не способ вам жить, да, вот я вам помогаю, полезный, я не знаю, я не, не, не высшая сила для вас, я не знаю, кому что там, как, как судьба распорядился, парень пишет, 16 дней трезвый, что он там слышит, я не знаю, но, и, я знаю одно, для меня, я кайфушу свою поймал, я поймал свой смысл, я делаю это с удовольствием, у меня появляется тем самым, еще больше энергии, хочется еще, хочется, и, правильно ты заметил, на работе, я, кто понял жизнь, работу бросил, да, вот мой принцип, мой лозунг, я так жил, меня так учили, не, не люблю работать, не хочу работать, что я там, это, рабы работают, я серьезно, я делал все, чтобы не работать, и мне сказали, писали книгу, такие же алкаши, как и я, и они это мне написали, а ты, не надо работать, иди, это самое, помогай, будь полезен, будь нужен, вот ты будешь, если ты будешь полезен, тогда у тебя будет твоя, опять же, твоя значимость, твоя нужность, твой интерес, ты не будешь один, потому что от них тебе ничего не надо, ты все равно, тебе все будет мало, да, вот все, что тебе дадут, тебе будет мало, или не так, или не того вида, тебе говорят, хочешь, ну тебе же надо, у тебя же есть инстинкты, ты же должен быть там, важным, нужным, любимым, и так далее, все это, не надо как-то удовлетворять это, если вот с алкоголем, ты можешь там быть центром вселенной, потом он перестал работать, а тут у тебя этого нету, и тебе показали, мне показали, как это получить, иди, заботься о них, и тогда ты будешь, ты будешь удовлетворен, я, у меня не было такой формулы, по природе, меня так не учили, мне не было тогда, отдавай, а ты получишь, блин, я не знаю, можно говорить об этом долго, и красиво говорить, да, мы там альтруисты, мы там пойдем, и пойдем революцию делать, коммунисты, реально, за народом, и это все слова, у меня, вот, мне надо, один день, чтобы он был для меня, значим, насыщен, и полноценен, и я начал с капитуляции, и пошел, и, а потом это назвали служением, да, да мне пофиг, как это, называется, важно, что я действительно смотрю, о, неплохо, меня уже по имени называют, да, меня называют, меня не гонят, все, простые вещи, я хочу, там, мое эго, там, удовлетворяется, моя, я там, поближе к авторитетам, которые там, ведущие, там, всякие, и корзинки, там, я уже, меня уже вопросы спрашивают, представляешь, Гай, а что ты думаешь по этому поводу, я говорю, нифига себе, я еще два недели, там, от меня шарахали, себя на инвалидной коляске, просил, дайте мне 100 грамм долг, говорит, не порти нам, не порти атмосферу, не мешай нам бухать, мне говорили люди, а тут-то я уже начинаю, мое значимое, и как это получилось, понятия не имею, просто после капитуляции, этот принцип, отвечая на твои вопросы, он во всем, я утром встаю, бум, опять мне что-то не так, опять что-то не так, но я знаю, слава богу, у меня есть выбор, и я уже на практическом уровне знаю, Гай, хочешь попариться, позаботиться о себе, пожалуйста, можешь это делать, час, два, день, месяц, сколько хочешь, вот твоя слабо, иди и грузись, иди и требуй, что тебе не додали, или, иди, ну ты можешь поступить по-другому, ты знаешь, вот это уже не работает для тебя, потому что у тебя уже, ты уже не можешь жить, как там нормальный эгоист, и все, требуй, 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 там пособие давайте, и все, и вы все неправы, и у меня от этого уже нету кайфа, я не могу уже, но я знаю, что если я сейчас, постановлюсь, и найду кому-то, кому еще хуже, или кому-то, я не знаю, просто, блин, но меня попускают моментом, как алкоголь бы работает, я забываю просто про себя, и я думаю, о, классно, почему бы нет, оказывается, что это так и работает, один из главных принципов, всей 12 решательной программы, да, прям, на практике, как привести меня, меня эгоистом, привести, как вообще, думать о других, я еще раз говорю, моя жизнь, только в одной книге наказана, зацикленность на себе, эгоцентризм, все для меня, и корысть, без корысти я ничего не делал, мне показали, мою корысть, эмоциональную корысть, как мне получить свободу от экономической безопасности, а просто смотреть, смотреть, как на факты, и не париться, можно жалеть тысячи потерянных миллионах, а можно реальностью принять факты, и все, и вот, и вот, так на всем пути, так вот, вот, ты там, ты спросил, Глеб, что вот, или есть сбои, это, 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 это жизнь, вот это жизнь, каждый раз есть сбои, потому что, я просыпаюсь, опять меня не так сказали, опять меня там осудили, опять меня там покритиковали, снова там меня, вот они делают они так, как я хочу, ну, я же им все добра желаю, а они все по-своему, и так далее, вот это все, это всегда есть голоса, голоса в моей голове, там, я не знаю, это, это я, но у меня есть другой способ, вот это все я, я откладываю в сторону, и иду, улыбаюсь, говорю, чем я могу тебе помочь, и я от этого кайфую, люди там в шоке, он там косяки делает, он меня, на меня там поливает, там, плюет и обсуждает, а я его люблю, люблю, вот в плане, вот, посылаю ему любовь, там, я не знаю, и все хорошо, я на него не обижаюсь, он не обижает, а я стараюсь не обижаться, еще раз, я говорю, не идеально, все это происходит, но, но, я свободен от самооценок, мне не надо, самого оценивать, насколько я там, эгоист, не эгоист, правильно, я поступил, не, сразу чувствую, если мне плохо, значит, я не прав, почему, потому что у меня есть выбор, у меня есть возможность, чувствовать себя, хорошо, не в плане чувствовать хорошо, а в плане быть удовлетворенно, даже когда чувствую плохо, в плане быть, вот, это и есть быть с Богом, да, я делаю то, что мне предписано, у меня есть выбор поступать по-другому, у него, вот, у там, у человека, в данный момент, если он злится на меня, например, у него нет выбора такого, он делает все, я могу, окей, не злиться на него в ответ, я говорю, ни с кем мы не перестали бороться, я, ни с кем, я говорю, мы, я про себя говорю, мне бороться невыгодно, не хочу бороться, раньше я думал, что это надо доказать, и это была у меня цель, а сегодня у меня другая цель, я хочу, ну, не просто, там, не доказывать ничего, я просто хочу успокоить тех, вот, чтобы он не боролся, а как я могу это сделать, начать с себя только, перестать с ним конфликтовать, грубо говоря, если, вот, у нас, мы ругаемся, я перестал с ним ругаться, и все, и он забыл, он, 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 он опешил даже, я соглашаюсь с ним, вот, он не право, я с ним соглашаюсь, ты прав, прав, да, потому что он прав по-своему, кто прав, кто не прав, какая разница, не важно это, и, и это, не, не всегда срабатывает, не моментом срабатывает, но это вообще, это жизнь на этой основе, это вот 10-11 человек, это вся программа, она простая, простые действия, простые такие, этапы, пять штук, там, этих этапов, простых действий надо сделать, но, чтобы их делать, надо их как-то, к этому прийти, вспомнить, благодаря вот этой, всем остальным шагам предыдущим, ну, начиная все еще раз говорю, с капитуляции, когда ты реально сдаешься, и мне повезло, что я, что я не нашел собственных вариантов проскочить, нашел бы хоть один маленький, дебильный, но свой, да, я бы пошел бы туда, он мне просто, я такой упертый был, что до конца там был, ну, и, реально сидел, долго думал, в революционном центре, ну, хорошо, я понял, ну, ладно, ну, допустим, ну, не может быть, ну, ладно, ну, я не буду бухать, ну, ну, а что, а что делать, вот, ну, никакого просто варианта не нашел, поэтому я пошел туда, а, как в книге сказано, да, напоролся на жилу, да, золотую жилу, что, копай, 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 что значит копай, 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 иди, будь полезен для других, а тебе, слава богу, у меня, все изменилось, отношения с детьми, с, женщиной, все, все, у меня, классно жить, это не значит, что я там живу, у меня все ха-ха-ха, как в этом самом, как в психбольнице, смеюсь и радуюсь, нет, но у меня есть на все инструкции, и когда мне хорошо, когда мне плохо, потому что я знаю, что, если мне плохо, это надо для того, чтобы я сделал что-то угодное другому, чтобы я из себя выжил, это для меня еще такой задача, потому что, как предыдущие говорили, если бы Бог хотел меня сделать идеальным, или там нас сделать идеальным, то он бы давно это сделал, там был бы концлагерь, ангелов ходил бы, и все, но, слава богу, жить весело, и я живу тем, что мне нравится, мне нравится сегодня, преодолевать, да, не преодолевать, просто вот наступать, видеть, видеть, наблюдать, видеть, как, где моя там эго просыпается, где моя там хотелка, желание, где моя обидка просыпается, вздыхать глубоко, дышать, думать, ну ладно, 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 ты прав, ты права, ну вот, и все, и так я расту, это называется духовный рост, признавать свои ошибки, хотя голова моя всегда видит ошибки всех, но, вот всех сразу причем, а вот надо только быть внимательным, внимательным к другим, а и требовательным к себе, это опять же все с большой книги, ну, Глеб, круто, спасибо, да, на каждый вопрос и лекция пришла, спасибо тебе за вопрос, спасибо большое за вопрос, спасибо за ответ, я закрою собрание, а потом мы продолжим наше общение в чайном, время нашего собрания подошло к концу, согласно седьмой традиции, наша группа там на себя содержит, пожалуйста, что там, ребята, выбросите ссылочку на седьмую традицию, значит так, дальше, есть ли у кого-нибудь объявления, касающиеся нашей группы, или в целом, Жанна алкоголик, у меня есть объявление, завтра 15 числа, начинается конвенция, русскоязычная, которая будет длится 15-16-17 числа, ссылочки есть там в группах, пожалуйста, если кому интересно, обращайтесь, я подскажу, или же просто голосом задаем вопросы нашему спитеру, пожалуйста, микрофон свободен, не стесняйтесь, ребята, привет, привет, можно с Наташем с Голикой? Привет, как они сгруются все можно? Ну, да не просто можно, но можно, спасибо, да я тебе за спитер, спасибо, что согласился с НТС, и за такой словопракет, вот, вопрос у меня такой, вот, как делается ли ты с сопротивлением, когда вот, делал шаги, вот, например, там вот, четверку, когда надо сесть писать, находится куча важных дел, там, ну, все что угодно, вот лишь бы не делать, бы что-то не пускает, или там девятку, вот, ну, когда вот, допустим, извиниться, и все, и помолилась, и вот тяну резину, как-то вот не решалась, как ты, вот, с этим сопротивлением, если оно, конечно, было, как ты сражаешься с ним? я, да, я понял, спасибо за вопрос, ну, очень, очень, так вот, сопротивление было всегда, но у меня есть классная штука, эгоизм, мой, эгоизм, я хочу быть лучшим, я хочу быть раньше всех, я хочу приюспеть, если я говорю, что это кому-то надо сделать, я делаю это, я буду, буду делать это быстрее, и мне пинки помогали, как пинки, вот, мне говорят, надо сделать к этому, я хочу быть дисциплинированным, не потому, что я люблю быть дисциплинированным, да, а потому, что мне надо выпендриться, мне надо вот сыграть вот в чужую игру, и это, и, 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 и вот, это, это меня подталкивало, да, и вот, у меня спонсор говорит, это самое, вот есть группа шагов, да, я еще помню, даже в анонимных наркоманах, или там, ладно, не важно, не буду сейчас продавать, ну, вот, меня дают это самое, если я подхожу к человеку, говорю, человек, приведи меня по шагам, пожалуйста, меня надо от того, что у тебя есть, кто ты такой, мне внутри, мне не важно, я не жениться на тебе собираюсь, не, я не знаю, не, не в семью тебя приглашаю, мне важно у тебя что-то поиметь, для себя, любимого, и я не знаю, и это вот так должно быть, и я тогда говорю, что мне надо сделать, и я его инструкции, и выполняю, это мой, это мой, ну, просто логический принцип, я не могу взять, прийти, там, к другому человеку, который делает что-то, что я в нем не понимаю, и, и не знаю, или хочу, не хочу этого, я не буду у него ничего даже просить, но если я хочу то, что у него есть, мне надо взять то, что он дает, мне ему не мешать надо, понимаете, там, не умничать, а я, ну, опять же, у меня армия, да, советская, там, как стать генералом, да, нас учили, там, еще, там, надо быть послушным, как стать, там, в местах не столь надолен, быть своим, надо, там, держать слово, мужик сказал, мужик сделал, неважно, и вот то же самое, если я попросил у него помощи, и говорю, ты веди меня по этой программе, я буду делать, и он говорит, я себе спрашиваю, почему нет, я наоборот, я стараюсь быть лучшим, я стараюсь быть это самое, и это вопреки тому, что мне лень, неохота, и так далее, если неохота, я закрываю лавочку, до свидания, и спасибо, и неважно, как тебя зовут, но если я хочу от него что-то, я это делаю, очень спокойно, поэтому я, у меня преграды, мне помогает, как, знаете, в книге сказано, алкоголь великий убеждающий, у меня вот алкоголь, это не водка, да, и не напитки, а вот мой эгоизм, он меня хорошо всегда убеждал, если ты хочешь быть, там, чтобы за тобой, грубо говоря, тянулись люди, чтобы тебя там, я не знаю, ну, давай изучай, я думал, что это все так будут делать, почему я там, круги шагов, там, круги, я не знаю, традиции, я действительно, у меня, там, вся литература, там, я не знаю, я копался, спикеры американские, мне это было интересно, для того, чтобы знать, для того, чтобы быть, чтобы у меня спрашивали, я всегда завидовал тем, у кого спрашивают вопросы, и они знают, что ответить, я хотел, чтобы у меня спрашивали вопросы, и я знал, что ответить, они для меня были авторитетные люди, так как и в гражданке, и везде, да, что, если ты, ты, ты помогаешь, ты, ты нужен, ты полезен, а если ты ничего не знаешь, если ты просто ходишь посторонне, или гостем ходишь, на, на собрании, или это, пришел, попросил спонсору, спонсор, проведи меня по шагам, я буду делать, он взял тебе спонсора, он тебе говорит, делал, говорю, да не надо, я не буду, так а зачем тебе тогда спонсор, зачем, я не понимаю вот этого, грубо говоря, я пришел на собрание, чтобы сделать программу, программу 12 шагов, мне рассказали, да, слава богу, 12 шагов программа, единственная программа, для меня, я знаю, ну, вот, сделай ее, узнай, по крайней мере, а тогда я не понимаю смысла, зачем ходить, я не понимаю смысл, зачем просить спонсора помочь тебя, если ты не собираешься это делать, то есть, не знаю, это преграды или не преграды, кроме как, там, я люблю, там, поспать, там, не вставать, ну, мне не ставили такие задания, что надо, там, за час, там, срочно, бегом, все, или, там, за сутки сделать, мне давали такое время, что, все, а я сам по себе, у меня эгоизм был хороший, я хотел выпидриться, я хотел, там, первым, лучше всего сделать, да, и я спрашивал, как правильнее сделать, так что, у меня эгоизм и помогал всегда, я не знаю, ответил или нет, Наташа, да, да, спасибо, попробую, попробую заходить, выпендриться, ну, тогда, зачем тогда, если не, хоть так, хоть как, есть, ну, не, серьезно, я вот сейчас продолжаю, вот, я, я просто, я подошел к человеку, говорю, слушай, вот, я хочу, вот, что ты был мой спонсор, и проведи меня по шагам, и все, я сделал вот эту вот вещь, да, попросила помощи, это трудно там, не трудно, не важно, попросила помощи, проведи по шагам, вот, просто, говорит, хорошо, я буду тебе давать какие-то вещи, а ты, говорит, а ты не будешь это делать, зачем тогда просить, чтобы тебя ругали, ну, ну делали, как маленького ребенка, чтобы тебя ходил, ой, я тебя просто так попросил, для галочки, ой, да я не буду это делать, это все, и, и, я, я, я не знаю, у меня, у меня, у меня не было такого опыта, чтобы я, чтобы я, не делал то, что мне говорят, грубо говоря, вот, я, я много чего не делаю, то, что мне говорят, но, но, но не в том случае, если я сам этого хочу, это же я хочу, чтобы он, чтобы это сделать, не он хочет, чтобы я сделал шаги, я хочу сделать эти шаги, я хочу написать инцентаризацию, и я буду это делать, ладно, я уже повторяюсь, Петертик, выпендрись уже по полной программе, на все 12 шагов, ну, то же самое, в это самое, в девятом шаге, да, мне же, в девятый шаг, я про шестой, седьмой немножко рассказал, там, что, для меня, шестой, седьмой шаг, это полная свобода от самооценки, да, если я занимаюсь божьими делами, да, занимаюсь его людьми, занимаюсь другими людьми, то, какой я, хороший человек, или плохой человек, это не мое дело, да, это, это не мне себя оценивать, и, и тогда, когда другие меня начинают осуждать, я понимаю, что, ну, ладно, значит, вот такой я нужен для других, мне главное быть зациклен на себе, у меня нет вот этого вот, самооценочного мнения, хороший, плохой, и все, самое такое, это, это, ну, там, там, чувство вины, все эти вещи, я, они, 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 они меня, они мешают меня быть, жить полноценной жизнью, да, что касается девятого шага, то же самое, там, мне дана свобода, твоя готовность, если ты готов сделать, иди делай, если я готов уже внутренне, да, а, 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 а я хотел, вот это, посмотри, как это, пойти, наступить на свою, там, и я, то, то, то я иду делаю, а если я не готов, то я не иду не делаю, поэтому здесь нужен спонсор, а моя, моя задача готовность, я не буду делать, и потому что там, опять же, что, я не готов, там сделать девятый шаг, но кто-то меня заставил, и я делаю это, потому что я вынужден, я не пойду такого, мне, слава богу, спонсоры объяснили, я не буду это делать, и это будет не тот шаг, который причинен, это будет причинение ущерба, не важно, ему, мне, все, я приду там, и что-то не то будет, поэтому важный в девятом шаге, у меня моя внутренняя готовность, но мне готовность помогает, опять же, мой эгоизм, а мой алкоголизм, потому что я понимаю, что если, чем больше я оттягиваю это, да, я понимаю, я чувствую это, я оттягиваю это, то, что, вот сосед, да, если реально я не могу, да, у меня не получается, он с моим бывшим партнером сделать девятый шаг, который меня кинул, а я с ним должен сделать девятый шаг, 10 лет я его не мог вычислить, он просто скрывался от меня, ну, и по понятным причинам, а потом, когда мы через скайп, как-то мы пересекли, через своего дурного брата, то, блин, елки-палки, произошло, я был просто внутренне готов, и я ему сказал, что я, я прошу тебя, я привел тебя к тому, чтобы тебя, ты вынужден меня, ты жил, ты, я перед ним виноват, он меня кинул на бабки, реальные, на большие бабки, но я перед ним виноват, потому что я сделал, я был часть той ситуации, что он боролся за свою семью, за свое вживание, а я, это самое, проиграл, грубо говоря, но я-то его вытащил в этот бизнес, и так далее, и так далее, это у меня была моя отношения, и когда я ему это вот сказал, по скайпу, он даже лицо свое не показывал, но, он мне сказал, да, у меня есть перечисленный, он тоже сказал, у меня есть, за что у тебя просить прощения, и на этом мы закончили, но не важно, что там с ним, я знаю, что он там сейчас пошел, где-то тоже, к Богу пришел, слава Богу, но дело не в этом, дело в том, что я действительно свободен, вот от этих вот вещей, поэтому девятый шаг, это обязательно часть программы, мне спонсоры учили, и говорили, что если ты не знаешь повода, как прийти, то есть нет такого, какого там, там ущерба, там, прийти, приди, найди повод, прийди с другой позиции, не то, что как ты знался вечно, что ты там, крутой, обидели, или чего-то там, кто-то там, с тобой не так поступил, наоборот, приди, слово не смиренно, я не знаю, боюсь таких слов, приди, просто спокойно скажи, что так и так, я, да, я, я, проиграл в той жизни, я допился до ручки, они и так все знали, но я вот, видишь, на сегодня я пытаюсь наводить эту жизнь, сегодня начать жизнь заново, честно, просто сказать факты, и там два слова сказал, ну, ну, большинстве, во всех случаях, у меня лично, это все, и, а что мне для этого надо было сделать, просто готовность сказать честно, извините, после деградации полной, которой я был последние годы, инвалидной коляски, что там, просто, что я там по улице расшивал, и то, что я там вытворял, то там уже, знаете, вопрос там, стыдно, не стыдно, это все эти кокетства, это все, это все, знаете, ерунда, когда я приходил там в магазины, и в киоски, где там, меня там, просто отдавал им какие-то мелкие деньги, просто говорил, что я вот трезвый, я там, я вам должен, это, блин, они не хотели денег, но они рады были за меня, а мне это, естественно, что я как-то выкрутился, что я встал с коляски, да, о, я вижу, Наталья, Наталья, давай, извините, это другая Наталья, у нас Наталья много, Наташенька, мне как свой, она стала, ждать, да, ну, видите, Наташа, микрофончик твой, Наташа, ты слышишь нас? Сейчас посмотрим. Я не всегда вижу эти единички, поэтому, Жанна, ты останавливай меня просто, и говори, и это самое, даже, потому что, меня несет, это, это часть моих, моих недостатков, от которых я тоже свободен, и Боженька их меняет, он использует их, когда хочет. Давай еще раз Наташу поговорим, Наталья, твои единички, Наташа, наверное, устала, да, пошла, ну, там двоечки, я видела, появились. Так, есть у Глеба двоечки, давай, Глеб, двоечки. Да, спасибо, еще раз, так, да, нет, ну, вообще, круто, мне понравилось, что, новый взгляд на эгоизм, такое благотворное, такое тоже начало, если в правильном подходе, да, я такого, как бы, когда ты слышал, на этом недавно в программе, ну, это меня зацепило сильно, и про 6-7-ой шаг, тоже, про, свобода от самооценки, и чувство вины, это тоже прикольная такая, ну, как бы, фишка мне понравилась, ну, да ладно, а вот вопрос у меня, насчет, ну, конкретно страха, ну, я не знаю, как его задать, но, если так, вообще сказать, страх, на эту тему порассуждать, как-то можно, спасибо. Ну, страх, да, нам большая книга говорит о том, что вся наша жизнь пронизана страхом, да, и, и, любого человека, да, человека, не только алкоголика, человек, которого есть эго, которого есть, там, своеволие, да, там, у которого есть воля, он, там, нам написано, ведомый сотнями форм страха, на страх нас ведет, и он есть инстинктивно, он нам подарен, да, природой, чтобы, там, бояться, там, и, чтобы, ну, инстинкт самосохранения, но парят нас, в основном, вот эти эгоистические страхи, надуманные, придуманные, да, на самообманную, что такое ведомые сотнями форм страхов, самообмана, и сотнями, там, формами самообмана, что значит самообман, это не просто я, там, кого-то развожу, или, кому-то, там, на уши присел, нет, я просто верю, что это так, я верю, вот в эту, в иллюзию какую-то, да, я верю, что если кто-то там поступит правильно, я буду чувствовать себя хорошо, я верю, что если он изменится, или там, я не знаю, или я получу это, или выиграю это, или заработаю это, или украду это, и у меня это будет, я, это, это, я убежден, что мне будет все с этим хорошо, это самообман, я, имея это, добиваясь это, я прихожу к этой цели, ставлю себе задачи, и выполняю их, а удовлетворение не приходит, потому что, он мне просто добавляет опять тех самых страхов, страхов не потерять это, страхов удержать, и, и, и я прихожу на другой какой-то уровень, да, если раньше я боялся там, там, во дворе, то сегодня я боюсь там, наверное, на другом уровне, но, суть вот этих моих переживаний, суть моих эмоциональных, к своему состоянию, оно никак не зависит от материального мира, от материализма, у меня действительно духовное заболевание, опять же, слово такое, духовное, у меня внутри болит, у меня дырка, у меня дырка, пустота, да, у меня надо все время наполнять, это нормально, эгоист так и живет, и, и, инстинкты помогают нам быть в балансе, а у меня все извращено, грубо говоря, я, не то, что извращено неправильно, нет, у меня просто ненасытность, потому что алкоголь, как эффект, вызываемый этим алкоголем, с 12 лет в моей жизни, да, он как раз был лекарством против этого страха, против этой жизни, против этого самообмана, против этих самооправданий, побоялся, выпил, все, сделал, накосячил, там, я не знаю, поступил, попакостил, там, кому-то, бах, совесть убил, все нормально, с алкоголь, он был моим, моей высшей силой, моим богом, он меня приводил всегда в баланс, и я с этим жил здорово, я выживал с ним, и правильно жил, и по понятиям, каким-то там принципам хорошим, и все нормально, я в это верил, меня так учили, когда я узнал настоящий страх, настоящую правду, когда вся эта иллюзия, этот самообман, бах, как мыльный пузырь, бах, иголка кто-то взял, бум, и все стало реальность, какая реальность, я никто, ничто, и весь в прошлом, весь в прошлом, я был таким, я то-то сделал, я детей, у меня четверо детей, я дом оставил, квартиры, я был, был миллионером, я все был, 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 а сейчас, где ты, Гарь, что ты, Гарь, сейчас, в данный момент, вот что ты, боишься выйти из рыбори, тебя какие-то ребята, какие-то посторонние, наркоманы, которые улыбаются, они, они над тобой стебутся, а ты даже, ты даже этой улыбки не имеешь, вот она реальность, и тут не просто страх, тут такой ужас, никчемность, и все, чего я боялся, да, вот все, чего я убегал, там, старался не думать, с помощью алкоголя, старался как-то, я не знаю, и какую-то другую представить себе роль, только алкоголь был способен мне это убрать, я деградировал, я говорю, последние годы, там, последние два года, я был на инвалидной коляске, бухал, ездил по городу, не бомж, там, хуже, чем бомж, попробуй мне там не дать налить, в долг, я заеду к вам в магазин, и вам испорчу все, и я только делал, бухал, чмо такое, деградированное, конченое, может под себя сходить, прямо по центру улицы, там, я не знаю, и у него все проза, почему, потому что он сидит на инвалидной коляске, я же больной, и что вы мне тут расскажете, отдай мне 100 грамм, 200 грамм, я вас научу жизни еще, я вам всем расскажу, какие вы лохи, что вы ходите на работы, вы ходите к своим семьям, и вы что-то рассказываете, а я кто понял жизнь, работу бросил, у меня все есть, мне государство платит, что мне хватает на бухло, вот, и это я, и когда у тебя вот это вот, забрали последнюю, меня, да, вот это, бутылку, да, вот, иллюзию, не бутылку, как раз, а просто вот это вот, бах, эффект, забрали у тебя, и ты сидишь в реабилитационном центре, в каком-то больничке какой-то, непонятно что, и тебе малолетки какие-то там, я не знаю, там, поднимайся среди ночи, иди мы полы, и ты понимаешь, что ты пойдешь мыть полы, потому что, ну что, ты даже сдачи не можешь ждать, и уйти некуда, и убежать некуда, и зачем это все, потому что ты не знаешь, зачем, придешь домой, и без бухла, что делать, вот это страх, а программа, серьезно говорю, очень просто, ну, не надо было полагаться на себя, отставь в сторону это, да, мы у нас были страхи, там разбираешь, на самом деле, приходишь уже после, они даже не на первом месте стоят, вот после, когда ты делаешь интервью, ты смотришь, чего ж ты боишься, понапридуманного, куча всего, никуда твои инстинкты, там, самосохранение, никуда не денется, твой эгоизм, да, ты сам себе придумал, и у меня страхами было очень просто, да, очень просто, я вот, все, что я боялся, у меня свершилось, все, жить не хочу, сдохну страшно, ничтожество, поэтому, грубо говоря, уже бояться нечего, терять нечего, и это тоже, как я, дар капитуляции, поэтому все остальные страхи, которые там дальше, там накручиваются, а вот денег не будет, да блин, ну их не было, ну и не будет, ну и что, ну и государство, ну что, ну на улице, ну с голоду не умру, ну и так далее, это, все это, большинство страхов, которые, они, они эгоистичные, эмоциональные, они придуманы нами, когда ты, грубо говоря, вот, когда возвращаешься в реальность, духовное пробуждение, когда ты возвращаешься в реальность, живешь сегодняшним часом, сегодняшним днем, ты можешь, окей, сейчас, чего ты боишься, вот бомба пролетела сегодня, ну если попадет в тебя, ты хоть молись, не молись, попадет прямым попаданием, ну все, и значит так суть был, а если не попадет, значит все, то есть, жить в реальности, здесь и сейчас, нет никакого страха, когда ты начинаешь думать, о себе, и что в будущем будет тебе, начинает страх, а преуспеешь, не преуспеешь, работа страхами, очень простая, быть здесь и сейчас, быть здесь и сейчас, и делать все, все, что надо, и не думать, когда вот, я не знаю, змея там на тебя будет нападать, или что-то там, инстинкты сработают, когда у тебя будет на самом деле, вот я не знаю, Глеб, это по поводу страха, можно долго говорить, еще раз говорю, но, меня главное показали, да, вот в большой книге, вот, почему причину этих страхов, да, блин, ну не то, что 90, там 99 процентов, они все придуманы, и они придуманы, потому что они, они, они основаны на, вот, выживаемости, они не основаны на инстинктах, они просто на понтах каких-то, на каких-то, вот, полагаться, да, как в книгах, мы полагались только на себя, я учился выживать, полагаться на себя, я боялся, что если я сам буду не крутой, то меня, меня там опустят, грубо говоря, и меня там загонят куда-нибудь, и я буду плохо себя чувствовать, а по факту, кому я нафиг нужен, и никто меня никуда не загоняет, и никто, и это самое, и доказывать, что ты крутой, это, 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 это как раз выходить на конфликт, и, и, и все, и другие будут защищаться, потому что не такие же, как и ты, и так далее, и так далее, ты просто уходишь с этого конфликта, возвращаешься в реальность, ежечасно, ежепостоянно, говоришь, ну и все, и, а что бояться, хуже не будет, если завтра, как мне говорили, я тоже это использую, так, ой, зам, что будет, завтра, что будет, я говорю очень просто, Гай, не будь таким самоумеренным, почему ты уверен, что завтра вообще проснешься, сколько людей там засыпали, и, и, с такими планами, с такими надеждами, а тем более страхом, завтра будет, дай боженька, проснемся, и тогда будет все хорошо, поэтому, еще раз говорю, страх это, в книге сказано об этом, ты вот, когда, шаги, там, посмотришь со спонсором, когда прочитаешь эту книгу, когда увидишь, что, там, там написано, вот, как, как мне относиться к страхам, вообще, окей, если ответил, Глеб, можно я скажу, да, привет, меня зовут Наташа, я алкоголичка, привет, спасибо большое за спикерскую, очень много так полезного для себя взяла, вообще супер, хотела бы спросить, ну, вот, у меня вот такая вот ситуация, я постоянно выпадаю с программы, то есть, ну, не каждый день я шаги, не каждый день собрания, не каждый день я помню, что я алкоголик, то есть, я могу вот влечься, там, в работу, в детей, куда-то, ну, даже, отдыхать, ну, в общем, забыла, да, и я чувствую, что мне плохо, да, потом становится, что-то там накалом, ну, в общем, голова больная, и все плохо заканчивается, но не пьянкой, но вот вообще, как у тебя получается, не выпадать с программы, вот, быть там, вот, вот, не были, ну, как будто, что ты чувствовал, как ты взлетался, и как ты возвращался, ну, в общем, ну, Наташа, ты даже не представляешь, насколько такой, такой вопрос, у меня тоже, ну, на самом деле, ты не выпадаешь с программы, и я никогда не выпадал с программы, потому что, программа, это не хождение на группы, и там выполнять какой-то тот или иной шаг, программа, это меня приводит к жизни на другой основе, я живу по-другому, да, вот, дома, у меня нету, там, программы, там, на группе, программа в сообществе, программа, я сейчас спикерю, сейчас закрою спикер, закончилась моя программа, нет, моя жизнь, это программа, программа, это слово такое громкое, да, это новые, там, методы мне жить, да, чтобы они для меня же полезны, чтобы они причиняли, не причиняли ущерб нелюбимому, да, и чтобы я не страдал по этому поводу, потому что, если я буду страдать, от меня будет плохо, и мне будет плохо, и другим будет плохо, и в конечном счете, у меня есть подсознательно инструмент, как это плохо решается, это алкоголь, и алкоголь, вот, и он всегда светит, да, если алкоголя нету, да, вот, грубо говоря, вот ужас, кошмар, и все, алкоголь отошел, то может быть другие вещи еще хуже, да, там, я не знаю, я не знаю, наркотики какие-то, все эти дела, ты живешь, как это самое, как, не тоже существуешь, ты живешь в таких мучениях, что, как я говорю, лучше бы ты пыл был, понимаешь, потому что мучения, страдания, это, жить вот эту жизнь, это не программа, это не 12 шагов, это не новый способ жизни, программа, вот, когда во мне произошли внутренние изменения, направления, внутренние действия, да, я живу на другой основе, у меня столько, блин, радости, столько интересных, радость в каком смысле, у меня есть смысл, у меня есть занятость, я могу быть полезен, я детям там своим говорю, что значит я вышел из программы, есть принципы, которым я полезен своим детям, я полезен своим детям, я могу быть, кому-то хоть полезен сейчас, могу, представляете, я могу выйти из себя и переключиться на других, это программа, это результат программы, в результате сделанных шагов, произошло обещание, произошло революционное изменение моих мотиваторов, моего смысла, направления, да, и это называется духовное пробуждение, да, и вот, я живу на этой основе, практикую ежедневно, слежу за собой, за своим эгоизмом, опять я о себе думаю, ой, я вышел из программы и плохо себя чувствую, я не выходил из программы, я просто не делаю то, что мне предлагается программа, и поэтому естественно, плохо чувствую, если я хочу чувствовать хорошо, делай, что предлагает программа, не конкретные вещи, посещение группы, там, быть спонсором, или не быть, это, 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 это благодатная почва для нас, нам повезло, да, у нас есть возможность, что кто-то нас слушает, я вот сижу, разговариваю с вами, там, 10 часов вечера, уже, уже в 11 часов вечера, и вы мне еще вопросы даете, и я, и вы, это, 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 мне нравится, это, а попробуй, там, детьми, там, послушай меня полтора часа, дорогой, я тебе расскажу, как, и задай мне вопрос, он говорит, папа, все хорошо, когда я им нужен, они, они, они меня найдут, жизнь на программе, это значит, взять эти принципы, быть полезным, постоянно, постоянно думать о других, на постоянной основе, как быть им полезно, и не париться по-своему, то, что мне не так, мне не так, мне плохо, мне хорошо, это не проблема чувств, хорошо, плохо, это не имеет значения, вот, иди, делай другим, иди, заботься о детях, там, это не тебе говорю, установка, я себе говорю, у меня, иди там, помогай, не то же помогай, просто переключайся на других, и это, как минимум, как минимум, ты уже сразу выиграешь, ты уже, у тебя все плохие чувства, от того, что ты думаешь о себе, я сижу и говорю, ой, мне сейчас плохо, я что-то себя плохо чувствую, кому, какое дело, как ты себя чувствуешь, иди, меняй подгузники, это не важно, как ты себя чувствуешь, иди, делай, меняй подгузники, и как-то так это работает, ты берешь, с плохими чувствами, идешь, меняешь подгузники, ой, забываешь про себя, и переставишь хорошо чувствовать, и когда ты делаешь это, практикуешь на постоянной основе, каждый раз, каждый час, переключаешься на других, везде, где только возможно, в магазине, где вот это, это и есть принципы программы, и это, естественно, тебя отвлекает от самого себя, и отвлекает от самого себя, а значит, меньше и меньше становится проблем, потому что проблемы, это я, очень просто, логично, поэтому, я вышел из программы, я не вышел из программы, нифига подобного, я там вышел из служения, например, я, анонимных алкоголиков, я вышел из служения, Ну, это не значит, что кто-то меня заставит или скажет, все, Гай, теперь перестань жить шагами. Ну, я сразу просто сдохну. Не просто сдохну, я потеряю смысл, мне неинтересно уже. А все вот эти попытки, ну, не попытки, а описать какие-то состояния, это мышление, оно тоже хитрое, да, как сказано, алкоголик, хитрый, коварный, сбивающий с толку. Он, это не алкоголь, как вещество, это вот наша главная проблема в голове, нос наш запрограммирован так. А программа говорит, оставь себя в сторону, перестань думать, поменьше думай, иди, делай, делай в направлении других. Где можешь? Сейчас можешь быть полезным дома детям? Сейчас. Это очень духовное действие, программное действие. Программа 12 шагов. Это как в результате изменения, мы в 12 шаге. И нам это четко, однозначно сказано. Мы начинаем применять эти принципы во всех своих делах. И, между прочим, об этих применениях нам рассказывается в пяти главах. О всей программе действия, программе действия, да, вот с четвертого по девятый, нам написано это в двух главах. В пятой и шестой главе. А пять глав нам говорят о том, как жить на основе этих принципов, как применять эти навыки новые, новый подход, новое видение. И не потому, что мы стали какими-то святыми и пошли там, я не знаю. Потому, что мы конченые эгоисты, бунтом своеволия. И мы, если мы это не будем применять, мы сдохнем. А нам предлагается это применять, как у нас нет другого пути. Мы еще носом ворочим. Потом, как результаты, мы понимаем, боже мой, за что нас так боженька полюбил? Потому, что это то, что я всю жизнь мечтал об этом. Я думаю о других, и меня сам по себе не парят. И моя нужность, я не могу, я не одинок, мне не скучно, мне не жалко себя. Я делаю то, что я хочу, друзья мои. Сегодня мое желание, вот это как раз то для меня знаю, там мой источник подогрева моего. Это я опять же, мой же эгоизм. Просто он идет на созидание, где-то как-то на другом. Получится, не получится, это не мое дело. Результат не мое дело. Но пока я это делаю, мне классно. Я же раньше жил, все наоборот. Я делал, мучился, копал, страдал, дерзал, рвал, не буду ругаться. Ради каких-то целей. Вот я вот стану супер мультимиллионером, вот тогда я вам все покажу. Вот бум-бум-бум, я встал и все, бум, до инвалидной коляски. Сегодня, наоборот, я никуда не цремлюсь. У меня есть главная цель, максимальная, основная цель, как в книге нам сказано. Быть максимально полезным Богу и окружающим. То есть Богу, это всему, не только себе, не себе, а Богу. Вот всему вселенной, да, вот реальность. Быть полезным и окружающим, детям его. Все, вот моя цель. Она нескончаемая цель. Она вечная цель. Я не могу ее достигнуть, я не буду никогда, не могу быть идеальным. И это классно, потому что если только я вот определю какую-то цель, и она будет достигаема, я уже, подходя к этой цели, мне уже она будет неинтересна, потому что у меня есть неудовлетворенность. Мне бы надо будет больше или что-то по-другому. А здесь мне дали идеальную цель, иди будь лучшим представителем человечества. Стремись к этому. Будь, я не знаю, сыном Божьим. Кто твой руководитель? Нам в книге сказано. Я не хочу, я не люблю, чтобы много кто-то руководил. Я хочу сам всеми руководить. Говорит, нет, ты, пожалуйста, ты хотя бы себя подчини одному, чему одному. Вот Бог твой руководитель. А кто? А в данный момент это спонсор. Если ты не можешь подчинить спонсору, которого сам попросил, так ты можешь бабушке своей рассказывать про то, какой ты смиренный перед молитвой Боженьки подчинил свою жизнь. Ерунда. Сыграй в эту игру. Сыграй в чужую игру. Не в свою, в чужую. На уровне простого там постороннего человека. Постороннего даже. Попробуй. Тогда уже будет навык другой придет. Навык не просто смирения, да, а навык противоположный. Навыку страха, мы говорили о страхе. Что меня кто-то кинет, что меня подставит. И что я лучше всех, и мне никто не нужен. То есть, бунт своей воли. Эгоизм, эгоцентризм, да, корень всей меня. И мне дай бутылку, и я, блин, все. И я бы жил бы с этим. Но мне, к сожалению, или слава богу, не к сожалению, слава богу, меня даже алкоголь предал. Если бы я мог бы его пить, какую-то норму там, смог бы в самом деградированном состоянии, если бы я мог бы его пить, искали бы мне километр, никогда бы я не пошел бы за вами, или там за какими-то там, я не знаю, духовными принципами, служения, помогать другим. Нифига себе. То есть, это очень простая программа, когда ты отодвигаешься в сторону полностью. Ну, хотя бы временно, хотя бы как будто. Вот, сыграю в чужую игру. Когда захочу, я возьму, буду играть свою. Но пока я сыграю там на день, на два, на месяц. Из принципа сыграю, да, в чужую игру. Вот сделаю это, вот, подчиню вот этому, вот, Васе, там, я не знаю, Люси, неважно кому. Это такие человеческие, хитрым способом, хитрым, очень хитрым, таким умным, ну, я не знаю, гениальным. Вот, просто вот это вот приводит меня, конченого человека, который сидит в точке X, что все, что угодно, готов сделать в определенный момент. Вот это есть капитуляция. Все, что угодно. Бухло перестало работать. И вот. Поэтому никто не отходит от программы. Это, ее надо сделать и жить на ее основе. А идеально, правильно или неправильно жить, там, практиковать-то я вообще такого не понимаю. Это вся жизнь, это развитие, да? Просто площадка такая, как вот группы, там, спонсорства. Это площадка плодостворная для нас. Мы там практикуем это. Мы практикуем вот эти новые принципы. Любить, там, я не знаю, пьяного алкаша, который приходит только что, вот, обнять его и сказать, и не осуждать его. Это мы практикуем, чтобы прийти домой и сказать, и не осуждать собственных детей. Потому что там мы считаем, что они, им не надо давать любви. Им не надо, их не надо принимать такие, как они есть. О них не надо, там, сожаления, сочувствия. Не надо о них, то есть, не надо о них думать. Не надо учитывать, что они тоже люди, представляете? Вот они же тоже люди. У них тоже есть чувства. Не могут себя плохо чувствовать. Мы же приходим, и все должно быть по-нашему. И не дай бог, что-то там не складывается. Как вы себя верили? Это, это наше, наше заболевание. Наше, я говорю, извините, наше, я про себя говорю. Книга нам говорит, это гоцентризм. Все за тебя, вот, все. Все не так. Почему? А как надо? А кто? А почему ты решил, что тебе так надо? А кто ты такой вообще? А почему тебе должны все тебя обеспечивать? А ты что сделал? Ты паразит, что ли? И еще претензий к ним, что они тебе мало дают, что ли? Скажи спасибо, что за это. Ну, это уже, это уже новые принципы. Ладно, Наталья, я договорился уже. Как у нас там по времени? Спасибо, так открылась. Много сразу слышала, вот это, ну, похожее что-то. Но тут прямо, да что, до самого мозга. Спасибо. Если можно, еще и твой вопрос я позаду. А вы сейчас меня можете, у меня опять что-то научат, ну? Да, да, давайте еще один вопрос. Ну, в принципе, у меня есть время, я... Я слышу. Хорошо, Гай, такой вопрос у меня. Вот, ну, к примеру, вот ситуация, да, ты не знаешь, как поступить, надо принять это решение. Вот, и как-то, ну, не можешь понять, вот, какое правильное, вот, вот, как ты определяешь волю Бога, вот, в каких-то таких ситуациях, когда, вот, сложно, не знаешь, как поступить. И когда делишься с людьми, и, вроде, говорят и так, и так, и тоже, что не можешь услышать, вот, никак, что ты делаешь? Ну, формула, если была формула, но на самом деле есть такая формула. И в книге тоже описано об этом. И там нам сказано, что если не знаешь поступить, то лучше не поступать никак, подождать. Но мой опыт показывает, что если, если в каком-то ситуации ты там есть для себя, и для меня, там, как это мне будет, правильно ли мне, что мне из этого выйдет, то это, что это не от Бога, это, это, это мое. Я хитро могу это описать, но это все для меня. Если это, сто процентов, ну, грубо говоря, ты понимаешь, что это кому-то полезно, там твой эгоизм никуда не девается. Но, но просто, ты, если кто-то еще от этого получит что-то, иди и делай. То есть, вот, я не знаю, как им, вот, ситуация, вот, связанная с двумя людьми. Если твой поступок, твой шаг какой-то, твое действие будет полезно для кого-то, делай. Если не будет полезно кому-то, не делай. Если полезно только для себя, лучше всего не делать. Потому что это что-то не так. Это, это не то, что что-то не так. Это, скорее всего, обернется все. А если внутренне уже есть вот это то, что, то, что ты спрашиваешь, такое сомнение, да, как я, я называю так. Если есть сомнения, значит, нет сомнений. Значит, это уже не так. Это, ну, если есть уже вопрос, правильно или неправильно, неправильно. Лучше подождать, сделать паузы, выдержать. Об этом говорит моя большая книга, это мой опыт показывает. Лучше всего продолжать. Потому что правильные дела, когда ты идешь, тогда нет сомнений. Ты идешь и делаешь. И сюда идет, как говорится, жизненно важное шестое чувство, интуиция, эффективность. Все это будет результат прогрел. И все. И главное наблюдать за своим эгоизмом. А в конце дня там у нас тоже такая инструкция есть. Ты смотришь, ну, я опять сделал лишний шаг, да, или там не так поступил. Закосячил я, чересчур был сделал, или что-то не так. Ничего страшного, нормального. Главное, что я это увидел, и все. И дальше опять направление к другим. Если направление к другим, оно лучше сделать плохо, неправильно, как мне голова говорит, неправильно и плохо, чем не делать. Да, вот если, когда, когда полезно, что-то для других надо. Лучше сделать плохо, чем не делать вообще. Если направление для себя, лучше не делать, чем что-то сделать даже очень правильно. Я не знаю, я просто сложно объяснил, я не знаю. Или вообще что-то не то. У меня скорее не сомнения, а мне скорее вот страх мешает. А страх, да, страх всегда... Я боюсь нового, неизвестного, ответственности и так далее. Конечно, конечно. Но это, опять же, когда ты полагаешься на себя, тогда страх помешает. Естественно. А с чего ты, там, ты, там, я, там, решил, что это от тебя зависит? А что бояться? Ты, ты, я иду и делаю что-то, и ответственность. На Боге ответственность. Ты-то не причиняешь ущерб осознанно. Даже, ну, это опять же, это так легко я говорю, так рассмуждаю, как будто там это раз у меня в кармане. Нифига, это, это, как в книге нам сказано, мы начинаем перерастать страх. То есть, грубо говоря, страх нам, это, 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 это наша оценка, наш эгоизм, да. А если мы делаем это Богу угодное действие, то у нас там нету. Если нас нету, то есть страха нету. Да, это я про, про самооценку, про, вот, про, про полезность для других. Если я иду по, и, и, вот, если брать наши, там, спонсор, да, или, там, помогаю человеку. Я иду делаю максимум то, что я могу дать. Я всегда сделаю максимум из того, что я могу дать в данный момент. Может, через год или там, или другой час я сделаю по-другому. Но в данный момент я сделаю. А сколько это будет, полезно этому человеку, и не полезно, не важно. И я не несу за это ответственность. Я не несу ответственность за результат того, что я сделаю. Да, это я серьезно говорю. Я несу ответственность, просто я делаю вот это действие для других. Я не знаю, я... Надо делать, надо практиковать. И еще раз говорю, практиковать. Чем больше практика, ты иначе страх исчезнет. Ну, просто, несмотря на страх, будем делать. Вот это и есть мужество, да? Все, пора спать уже, друзья мои. А скажи еще, пожалуйста, еще буквально коротенько, как ты делаешь медитации. Ну, вот, я не знаю. Я даже не называю это медитацией. Хотелось бы сказать, никак, да? Но в этом можно сказать и так. Потому что это не медитация, как в общем принятом, да, в этом слове, да? Медитируйся. Я, когда я утром встаю или там в течение дня, я останавливаюсь. Я утром останавливаюсь. Мне важно вспомнить, ну, не вспомнить, просто дать себе там установку такую и отложить себя в сторону. Да, вот. Что мне надо сделать для других? Не знаю, не знаю. Вот это моя медитация. Что мне надо сделать? Какой я следующий шаг должен сделать? Я встаю с кровати. Вот это моя медитация. И если мне эта медитация предполагает следующий шаг буквально сразу, я иду и делаю. Продолжение медитации практическое. Если это надо там подготовиться к этому действию, я иду, готовлю себя к этому действию. Это тоже моя медитация. И если мне вообще не нахожу, что делать для других, то это уже не медитация, это, я не знаю, это очень такое, ну, это поспать лучше. Лучше поспать или попросить о помощи. Надо срочно звонить, чтобы тебе кто-то попросил что-то тебе сделать. Моя задача вот именно переключиться сразу на нужность для другого, для чего-то. Опять же, для других людей там с работой связано, с моим бизнесом связано, да, с тем, чем я занимаюсь сегодня. У меня все связано с полезностью для других. Мне важно, чтобы в моих задачах обязательно было. И даже если я покупаю мороженое для себя, я думаю, как я буду выглядеть для других. Понимаете? Потому что я, если только для себя любимого, и так я по себе позабочусь, и так далее. Настрой важен мне, настрой. То есть автоматически у меня этого нету думать о других. Это действительно, это не природно у меня. Это надо, в этом мне надо прилагать усилия. Вот это медитация. Я встаю, и мне, ой, неохота, опять мысли, голова, все, опять снова, зачем вчерашнее, завтрашнее. Все это просыпается вместе со мной, да. Ой, ай, опять, и так далее, и так далее. Вот это вот, что-то, это я, я, я просыпаюсь. Это автоматом просыпается я. А вот, чтобы промедитировать и настроиться на полезность, мне надо приложить усилия. Надо вписать кого-то или что-то конкретно, реально, на практическом уровне, что-то нужное для других. Вот, по поводу медитации. Спасибо, Гайка. Это самая лучшая медитация, которую я слышала. А, ну, может быть. Мне она точно помогает. И мне очень понравилась эта медитация. Спасибо. Окей. Ну, хорошо, я так понимаю, все у нас, да. Ну, да, давайте. Спасибо вам еще раз. Спасибо за, за приглашение. Спасибо, что позвали. И обращайтесь, не стесняйтесь. Мои контакты, они доступны. И поэтому я, я, я рад быть полезен. Это не просто слова, там, не говорится. Это мне очень кайфово, если я кому-то, если я занят другим. Не кому-то чем-то помог, а просто, если я, и у меня есть возможность переключиться на другую. Я всю свою жизнь так сегодня поставил, так, чтобы максимально облепил себя людьми, которым, бум-бум-бум, которым надо что-то делать. И мне это хорошо, это чай, это моя жизнь. Спасибо тебе большое за спитерский, спасибо тебе за добрые дела, спасибо многому научила, отозвалась, тебе тут пишут спасибо. Мы были очень рады нашему общению. Приходи к нам на нашу группу, которая, как она называется, Одесский маяк, он светит далеко. Да, да, до Израиля засветился. А будете в Одессе, заходите. Ну вот, да, я был пару лет назад там, ну, надеюсь, тоже буду когда-нибудь еще. Спасибо. Да, я был там на форуме, по-моему, даже, когда это было, года три назад я был в Одессе. Я не помню, честно говоря, у меня с датами не помню, но я был на форуме в Одессе, по-моему, там 30-летие было. Да, когда у вас было 30-летие? Два года назад. Вот, я был на вашем 30-летии. Ну, не помню. Ну, понятное дело, я же был там гостем. Понятно, но хорошо, тем не менее. Я помню. Каждый год, в начале сентября, в первую сентября у нас форум. Да. Так что, будете в Одессе, заходите. Обязательно. Спасибо вам, спокойной ночи и до свидания. И вам мирного неба. Спасибо, спасибо, да, это тоже нужно, нам нужно. Я отключаюсь. Да, хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok